и снова здравствуйте всем привет и так персонаж значит готов для проб бега стрельбы и так далее можно ему еще винтовку сюда добавить мачету какую-нибудь ну как базис до такой для тренировки именно по анимации без мимики без ничего вот такая болванка с миксом а так погнали сначала поставим персонажа в позу так я ненужные кадры пока удалю английская а дэвид удаляем а теперь ставим персонажа в позу так немножко значит ногу так куда он будет смотреть давайте развернем миксом овский рик разворачивается только крут костью отдельно вы его тут будете перекручивать будет все ломаться я уже показывал предыдущих роликах так теперь значит выставляем одну ногу назад так одну ногу чуть-чуть сюда так немножко сделаем посадочку вот так вот теперь нужно взять пистолет я сначала давайте вот в такой позе сложу значит пальцы чтобы было их видно так один палец указательный оставляем он будет у нас нажимать курок так вот плоховато вот эти вот не нравится мне значит эти колесики значит до сферы так и загибаем так один палец вот видите я не выбрал так тройка на нам паде единицы нам паде загибаем и теперь выбираем вот эти вот шайбы единицы нам паде делаем так и вот эти тоже под согнем так раз мы их под согнули немножко нужно перекрутить так есть такое дело теперь этот большой палец тоже немножко выкручиваем вниз так это уже на оружие можно его значит подогнать где-то вот таким вот образом ну как то так то так теперь значит руку эту тройка на нам паде давайте G переведем перекрутим G так еще значит R перекручиваем вот далеко я оттянул значит наш этот куб управляшку так еще раз R вот самое долгое это вот эти вот пальцы и значит руки выставлять так это значит R подставляем G немножко опустим локоть теперь подведем сюда наш огнестрел вот так вот и по этому огнестрелу еще нужно значит видите подогнать наши пальцы вот здесь вот теперь слишком много вот этих вот значит костей и очень неудобно их вот здесь вот выбирать так R перекрутим так теперь какие у нас пальцы участвуют вот эти да так есть такое дело площадку теперь подбираем и пистолет чуть-чуть перетягиваем вперед так ну вроде бы нормально так теперь что у нас еще G чуть чуть пониже так теперь у нас получается палец вот этот чуть-чуть его значит вверху и значит тут вот эту часть тоже раз чуть подстанем и вот эту заведем вглубь так что тут еще у нас может быть ну как то так то так следующее что нам нужно сделать это вот эту руку подвести значит к этой руке так подводим так подводим делаем R делаем R делаем R перекруточку и тут вопрос где он теперь будет ее держать да так G подводим 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 сюда выбираем нашу вот эту руку выбираем нашу площадку значит с пистолетом выводим ее вот сюда и теперь чтобы эта рука сильно не тянулась мы ее значит G подводим 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 под эту штуку так выбираем палец R вот накладка пошла вот два пальца рядом видите уже такая получается штукенция так наверное этот так одеваю этого пальца вот он так не он пусть так он да держит его на этот палец так теперь у нас получается загибы идут вот этих пальцев как это лучше делать семерка на нам поди R заворачиваем и выбираем вот эти пальцы если найду я выбрал не те вот вот они неприятности когда здесь все очень рядом получается что выбирать очень неудобно вот они идут тут уже те переплетения подправим подведем да прописываем на A и все прописка прошла теперь что нам нужно так теперь нам понадобится давайте включу вам скрин каски если вдруг понадобится что я буду нажимать да так руки у нас есть теперь нам нужно на каком на втором кадре давайте выберем одну руку выберем пистолет решив и выберем вторую руку теперь включим N панель по прошлому ролику dynamic paint вот этот и сделаем им связь так посмотрим насколько это получилось а ну-ка G вот две руки вот две руки водятся а вот пистолет теперь наверное давайте привяжем еще отдельно да вот эту выберем и значит площадку нашу и еще нажмем крит а ну-ка все видите да связь сработала и делаем прописку движение пока нет это теперь у нас будет ну давайте будет одиннадцатый кадр да что нам нужно сделать нам нужно теперь есть так выбрать нашу одну вот эту руку и значит можно видите я теперь могу руководить одной косточкой и ничего у меня рассыпаться не будет кстати классно вот этот аддон прикольный так выбираем теперь ключицы семерка на нампаде значит перекручиваем ключицу вперед и вторую ключицу тоже семерка на нампаде делаем р вперед о теперь у нас натяжечка будет вот так теперь мы можем значит пистолет этот опустить вот так как у копов да он пропишем а и так на двадцатом кадре можно теперь тройка на нампаде выбрать выбрать эту кость одну которую мы будем управлять да и он должен ее значит G вздернуть сделать сделать так ну в принципе что прикольно семерка на нампаде смотрит он нормально так теперь можно еще значит довести довести корпус тогда раз корпус доведем чуть-чуть ослабим руку вот такая штука получается да так ну да пропишем а и добавим еще значит движение таза так G наклоним немножко голову под прицел да а и и значит уже раз видите уже движуха пошла да вот скит идет нормально теперь так помотаю таймлайн чтоб видеть вот у меня телепанца 25-й кадр смотрите на 25-м кадре так а куда так вот есть минусы так минусы замечены почему вот такая штука с этой штукой а а понял все тут нормально просто вытянул вытянул руки сильно и получается тогда у меня идет смещение пистолета и той руки надо за этим делом следить значит так так перепишем так и теперь идет у нас выстрел да на 25-м кадре идет выстрел выбираем косточку откат нашего механизма прописка только механизму идет выстрел вылетает пуля значит теперь на 27-м кадре или 28-м на 28-м выбираем нашу руку и у руки должен быть выкрут вот такая штукенция и идет прописка на 30-м кадре что у нас происходит у нас должен значит вот этот механизм в воздухе встать назад прописка и локрот вот выбираем нашу руку выкручивается ствол вниз и значит у нас пошла отдача да так а и прописка и здесь у нас должны значит откинуться вот эти вот наши как их называют семерками по ключице да там хорошо так откинуться должны вот видите да и когда откидываться ключицы у нас должна еще должен позвоночник р чуть-чуть тоже натянутся и значит еще ноги да страз тоже должен создать опуск и откид так так тогда семерка на нампаде значит пистолет уходит на персонажа и тогда нужно еще вот эти вот ключицы можно значит попробуем их просто двинуть вот чтобы видно было что руки задействованы и теперь значит что получается можно английская а и выбрать какой-нибудь кадр где он стоит допустим второй шеевдэ ну ну и на тридцать пятый где-то перевести его ну и на тридцать пятый где-то перевести его о шикардос если нужна частота значит стрельбы когда он часто стреляет ну тогда уменьшаем поближе там уплотняем вот эти покадровки вот здесь он раз расслабляется видите и значит можно еще добавить что он будет стрелять так у нас значит где он вот с опущенными руками значит у нас всего стрельбы покадровка это с двадцатого кадра да ну пусть пятнадцатого если мы сейчас поставим с пятнадцатого и зациклим а здесь будет тридцать пятый ну вот в принципе что стреляет он нормально это быстро получается на выстрел секунда да сколько у них там два три выстрела в секунду идет да ну получается раз он выстрелил все у него опуск опуск можно сделать меньше значит начать можно с восемнадцатого кадра тогда будет опуск меньше вот уже получше будет значит стрельба вот такая штука ну это когда значит пистолет с большой отдачей да ну прикольно а че затвор значит уходит выстрел прошел он откидывается назад и вот чуть чуть назад тоже отдает отдачи стрельба с одной руки в принципе то же самое что плечо должно уходить и потом вставать на место именно по плечам так теперь на каком кадре ну давайте на на 35 ну-ка семерка на нампаде и попробуем наши ключицы теперь значит руки на вытяжку опять и ключицы на вытяжку в эту сторону так раз вот так семерка на нампаде тоже делаем R и тогда руки еще больше вперед и тогда руки еще больше вперед а и вот вот расслабуха пошла нормальненько так так ну а это если вот ну это в фильме в какой-нибудь да на изготовку он становится там по мишени ждет команды вот тогда вот уже нормально так что еще можно сделать ну поставим с нулевого кадра и попробую сделать чтобы он теперь присел и потом тоже выстрелил правильно с этой же анимации как все это можно сделать мы выбираем тазовую кость выбираем одну нашу управляшку тройка на нампаде G так он приседает на колено так в принципе нормально так это наверное уже на сороковом кадре давайте так сделаем так а и прописка прошла теперь можно значит что сделать по идее он сейчас должен стрелять с левой руки раз у него нога так стоит вот под ногу значит должен быть пистолет тогда значит пистолет должен перейти в эту руку в левую если он сейчас будет стрелять значит ну пусть будет так с правой так и пусть стреляет так теперь мы вот этот куб убираем отсоединяем его так G уводим его руку опускаем G расслабляем расслабляем теперь уводим в бок семерка на нампаде значит можно немножко перекрутить так где-то и значит перекручиваем его тело ну да вот видите что не под ту ногу здесь получается эта нога теперь должна значит быть поднята а это опущено тогда под левую значит он должен стрелять да так а ну-ка значит сороковой кадр а ну-ка удалим и просто переведем эту ногу значит или пусть эта нога стоит а ну-ка ctrl z мы переведем только вот эту ногу вперед выберем наше тело персонажа и значит все это дело с руками выведем вперед тоже и вот теперь можно сделать посадку ох ты так вот это сороковое английское а это сороковой делит вот заново теперь давайте вот эту ногу переводим вперед выбираем наш таз выбираем руки тройка на нампаде и двигаем нашего персонажа вперед вот он переступил эту штуку теперь значит он здесь приседает вот прописываем а и а ну-ка ну вот нормально та нога проскальзывает все это дело становится сорок пятый кадр и что сделаем теперь с этим делом так ну это опять же он будет с двух рук стрелять да получается теперь семерка на нампаде R перекручиваем нашего персонажа от отсоединяем нашу вот эту дисейбл руку G ее значит уводим R опускаем ее вниз где-то так и перекручиваем значит еще наше тело в сторону вот этой нашей ноги и значит упор даем больше на ногу и у этой ноги надо вывернуть колено выворачиваем колено вот так да а эту тогда ногу потом подправим а ну-ка а и прошла прописка так здесь вот чуть-чуть видите что надо опустить будет плечо расслабить ключицу и немножко еще значит G а ну-ка ctrl z ну выбираем значит кисть руки тройка на нампаде делаем R G опускаем ее или допустим он там показывает типа стоп да ну давайте так и сделаем это сначала вот он ее опускает а и делаем прописку так это срок четвертый delete где была привязка да и нужно будет переписать теперь значит еще один кадр так а эту руку тогда нужно будет видите двигать вперед почему потому что перекрутка здесь тоже должна быть перекрутка так это значит на своем колонн тоже давайте чуть-чуть доведем значит вот эту нашу стукенцию и тогда пистолет чуть-чуть вытянет вперед а и прописка все рука уходит голова значит должна попасть значит он же должен целиться да тогда пистоль еще больше выводится на уровень глаз глаза да вот и тогда у нас получается видите что рука все движется синхронно ну вот здесь что можно сделать здесь какой-то вот видите получается стопор да значит мы вот это все делаем утягиваем пока вперед и пропишем а и чтобы создать какую-то движуху так вот чуть вниз а потом он его поднимет вот так будет прикольно так на 50 кадре допустим он должен кому-то там показать что мол стоять да ну это может здесь стена какая-то быть чтобы он там из-за стены или из-за стола стрелял тоже это нужно вначале будет ну как продумывать всю эту систему значит да ну так теперь значит теперь он поднимает значит руку так она у него должна чуть вот так уходить поднимается у нас ключица перекручивается рука и он типа показывает как и он когда нужно пальцы так пальцы можно быстро выровнять это выбираем вот так все пальцы и делаем айд дж и и делаем им восстановление, а здесь почему ты капризничаешь, а вот он все, вот он показывает, мол, стоять, тогда шею перекручиваем, семерка на нампаде значит и прописка. Вот здесь на этом кадре видите, что бывает, что когда вы что-то поднимаете, бывают ломки, нужно все это дело потом значит дорабатывать, досматривать, допрописывать. Ну вот нормальненько так раз и здесь вот на каком-то кадре, смотрите, вот на этом кадре можно сделать опуск, а и сделать прописку, а на следующем, видите, он вздергивает как бы, вот так будет получше, чем поднимает ее полностью, допустим, фиксированную сразу, да, вот сразу какая-то динамика идет уже более-менее нормально. Так, на 55-м кадре, значит, можно выбрать английское А, выбрать какой-нибудь кадр, который нам более, вот 45-й, да, давайте Shift-D продублируем его на 55-й и смотрите, получается раз и идет опуск, но опуск идет, значит, по этой стороне, а видите, рука у него не движется, это не есть хорошо, тогда, когда он поднимает на 50-м руку, да, эта рука чуть-чуть у него опускается, а и прописка, вот, ну вот так еще пойдет, даже, так, 47-й и 49-й у нас, видите, тоже стопор, да, удалим их, вот, теперь они не нужны, потому что у нас 50-й появился, видите, все, само собой, подкорректировалось. Так, на 60-м кадре, смотрите, что можно сделать, мы выбираем, допустим, вот все вот эти кости, которые были задействованы именно в анимации стрельбы, вот как, вот, руку полностью, да, и выбираем их, здесь вот, где он стрелял, вот здесь у него идет, вот эти кадры, это стрельба, ну, значит, вот их выбираем и делаем Shift-D и переводим на 60-й кадр, смотрим, что получится. Видите, он стрелял-то вверху, вот, а персонаж-то теперь внизу, и вот есть теперь вот этот косяк. Нам нужно теперь переписать именно вот эту кость. Вот, смотрите, G мы опускаем, прописываем только ее. Так, теперь, раз она тут опущена, мы ее тут дублируем Shift-D, вот. Здесь мы ее уже не дублируем, а опускаем, почему, потому что выстрел происходит уже, да. Так, а ну-ка. Вот здесь, значит, это вадир идет. Краписка на 60-м, значит, больше натяг руки, выпрямление, да. Краписка, 70-й кадр, теперь G. На место он становится, но теперь у нас подается ключица назад. Так, семерка на нампаде, перекрутку делаем ключицы, и, значит, тело у нас немножко, значит, уходит назад, тоже, да, таз тоже немножко подается назад, а рука в этот момент, значит, выпрямляется, а и, а ну-ка. И 75-й кадр, а ну-ка, тройка на нампаде, G. Изготовка под новую стрельбу, да. Вот как-то так-то. Ну и не забываем, что у нас вот эта рука мертвая не должна висеть, она тоже должна участвовать в движении. Получается, что где вот, видите, вот он сейчас стрельнул, с позы сидя, таз отошел, а рука у него вот поднимается только где я исправил, на 75-м. Ну, получается, когда у него идет отдача, то вот эта рука, вот эта рука, а ну-ка, R, она как бы интуитивно должна уйти назад, поддерживать спину, как бы, да. Так, 70-й кадр мы удалим, и будет у нас вот мягкость перехода, но на эту мягкость перехода нужно добавить, значит, возврат вот этой вот таза. Так, а ну-ка, G. Так, вот я не поглядел, значит, вот так, да? Вот. Ну, теперь, значит, R, позвоночник, тоже нужно немножко, как бы, расслабить, шею приподнять, и вот эту вот штуку, значит, ну, можно опустить, ну, вот когда такое делать, это нужно сценарий, значит, да, что он делает, за кем он смотрит, допустим, так, да? И, значит, ослабить вот эту ключицу, вот эту, и вот эту, когда он наросла бухи, да, ну, и подвести, значит, G, вот эту руку можно положить, значит, на таз с выкрутом. Так, теперь немножко таз можно наклонить, ну, и прописка. Сморим всю анимацию, тройка на нампаде, отключим, значит, наши кости. Это вот зацикленная у нас стрельба, он может стрелять так раз, там, раз пять, допустим, да? Потом мы делаем до 75-го. Ну, вот видите, что здесь слишком быстро всё. Что мы можем сделать? Мы можем выбрать какой-то момент, вот он стреляет, быстро приседает, и вот от этого момента уже, допустим, вот тут это, ставим на первый, на сороковый кадр, и делаем английскую S, растягиваем, допустим, до 90 кадров, да, там 92. Так, 92. О, уже помедленнее, уже нормально. Тут теперь подгадать можно этот участок, растянуть, оттянуть, и можно уже делать, значит, стрельбу. Вот где руку он поднимает, да? Быстрый выкид слишком. Давайте вот где рука. Смотрите, теперь какой косяк у нас может появиться. Рука у нас поднимается вот на 55-м кадре. Так, ну у нас есть вот эти кадры, и допустим, я не хочу, чтобы вот эти кадры, где он стреляет, были ускорены, да? Вот они, три кадра. Мне нужно выбрать, значит, кости все, английская, а эти кадры я спасаю, отвожу пока вдаль. А вот эти два кадра, вот где он должен, так, где он там в руку скидывает, вот эти, да? Вот, так, еще получается, вот этот кадр я должен G, так, а ну-ка, Ctrl-Z. Вот эти четыре кадра, значит, должен увести, а вот эти два кадра, значит, S растянуть по времени. Тогда вот эти кадры, это 70-й, а эти я ставлю на 80-м. и получается у меня уже 101 кадр. Вот, уже рука, значит, нормально, не так быстро выкидывается. Если еще медленнее надо, то время еще растягиваем, как будто он медленно показывает, там, типа, стоять, там, не двигаться, и так далее. Ну, а если потом нужно всю анимацию, значит, эту замедлить, ну, тогда можно вот все кадры выбрать и сделать английскую S, допустим, рассчитать по времени, сколько секунд, сколько вся его анимация выходит по времени. Допустим, секунда, это 24 кадра. Так, это получается, если у нас 150, так, 140, да, это получается, ну, грубо сказать, 5, 6, 7, где-то 7 секунд будет, 140 кадров, где-то будет, там, 7 секунд. Если 7 секунд, это, ну, как, слишком мало, допустим, выстрел должен быть, допустим, сколько там, ну, секунд, наверное, 9, да, вообще, все анимации, они, в принципе, должны, ну, 200, вот я поставлю сейчас, смотрим, раз, вот, уже более мягко, уже по времени, вот, вот, 200 кадров, это где-то, получается там, плюс-минус 5, и тут, 10 секунд, 9, 10 секунд, 8, ну, так, это нормально для анимации, ну, есть ускорение, где там, быстрый бег, перепрыг, там, еще что-то, ну, там, можно уже 5 секунд, там, 4 секунды делать, ну, опять же, в зависимости от сценария, да, ну, и лучше, конечно, анимацию все делать по сценарию, или в какой-нибудь локации, ну, а вот так вот эти вот, для чего, ну, тренироваться именно, как сказать, по каким-нибудь отдельным вопросам, стрельба, прыжки, а потом это все применять уже, в основной сцене, будет нормально, так, ну, вот такой вот эксперимент, значит, по анимации от балды, да, не по рефам, не по сценарию, не, значит, видеоролика, а просто так вот, как пошло, да, ну, в принципе, что, неплохо, так, ну, здесь вот можно, да, подправить где-то, когда вы уже будете, шлифовать, анимацию, здесь вот раз он уже, можно кое-что, переделывать, допустим, там где-то локоть припускать, там, кисть чуть пониже, допустим, ну, вот уже, опуск, видите, пошел совсем другой, чем, когда был поломанный, ну, и опять же, когда идет опуск, видите, можно расслабить руку, вот, перепрописать, видите, она уже раз, и как бы мягче опускается, прикол, ну, на этом все, всем пока, до свидания, в следующем ролике, значит, сделаем этого же персонажа, посадим на, эту, инвалидную коляску, и попробуем сделать, движение колес, на коляске, и он может будет, с коляски стрелять, ну, как-то так, все, всем пока, до свидания,